Uber запустит собственную доставку травы в Соединенных Штатах Америки. Американские таксисты теперь и до дома довезут, и пакетик подгонят. Об этом хитром плане рассказал исполнительный директор Дара Хасавшахили, как херово там знает. Но есть одна маленькая загвоздка — федеральный закон. Хоть каннабис разрешен в 36 штатах, для федеральных властей это все еще табу. Так что алт щемкафа придется подождать кое-какое время. Уже ведутся переговоры о поглощении сервиса Дризли, развозящую алкашку по американским просторам. И через какое-то время нажатием одной кнопки... Посмотрим, что у нас тут. У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина, игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. А еще литр текилы, литр рома, ящик пива, пол-литра эфира и две дюжины амила. Можно будет выпить и покурить, и даже закусить чем-то сладеньким. Пока же компания сосредоточится на доставке продуктов питания и алкоголя, заявил Генди Убер. Когда дорога для каннабиса будет свободна, когда вступит в силу федеральный закон, и мы обязательно взглянем на это. Добавил он. «Мы видим много возможностей, и мы собираемся и доточиться на каждой из них», сказал генеральный директор. Привет, вы на канале Свежак. С вами, как всегда, Чернокнижный. Самый неадекватный обзор новостей России. Не только. Не забудь поставить лайк, ударить в колокол. Нет, ударить в колокол и подписаться на самые горячие новости еще впереди. И подписаться на самые горячие новости еще впереди. В Кремле допустили отключение России от визы и мастеркард из-за санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил ограничения использования платежных систем виза и мастеркард. Отвечая на вопросы об их возможном отключении, представитель Кремля отметил, что «различного рода санкций против России являются множество раз». Теперь понятно, почему так рекламируют карту «Тройка», с которой можно путешествовать даже в Челябинске. Мне кажется, тут отличной вставкой будет смех вот этого сумасшедшего попугая. Ну а теперь давайте поговорим о настоящих героях. Нет, не о тех, которые сидят в думе, не о тех, которые из зомбоящика по пять часов восхваляют царя, не о тех, которые по 30 лет носят мандат, и их болтовня так и остается в их мозжечках. О настоящих героях, которыми гордишься и которые являются примером для разлагающегося общества. Поговорим о тех людях, с которыми очень хочется, чтобы ассоциировалась наша страна, а не с водкой, медведями, как это ассоциативно принято у иностранцев. Влаговещенские врачи продолжали делать операцию в горящем кардиоцентре. Из-за неисправности проводки там загорелась кровля. Все как всегда. Сwabay. Сwabay. Продолжение следует... Пожарные уковыривали всех, находящихся внутри, кроме восьми врачей и пациента. В момент возгорания шла операция на открытом сердце, которую нельзя было прерывать. В результате, пока пожарные боролись с огнем, этажом ниже врачи боролись за жизнь пациента. К счастью, операция прошла успешно, пациента перевели в другую больницу. Пожар тоже удалось локализовать. Александр Бастрикин подписал приказ о поощрении медали СК России «Доблесть и отвага» врачей кардиохирургического центра Аммурской медицинской области. В СК указали, что медики, несмотря на пожар, не бросили пациента и продолжили проводить сложную операцию. Вот именно с такими людьми я хочу, чтобы ассоциировалась наша страна. С людьми, которые, невзирая на все происходящее вокруг и даже на угрозу своей жизни, спасают жизнь другому человеку и выполняют свой долг. Понравился выпуск? Подписывайся, ставь лайк, резко в колокол, чтобы не пропускать интересные события России и не только. Пока-пока.